Здравствуйте. Здравствуйте. Я Инякина Вера Васильевна. Живу здесь, улица Марша Захарова. А вы можете сказать, пожалуйста, вашу дату и место рождения? Красное село, где родилась я, да? Красное село, проспект Ленин, дом 59, квадрат 3. Когда вы родились? Родилась я 8 августа 1928 года. Ага, отлично. Вера Васильевна, вспомните, пожалуйста, начало войны и вот время до начала войны, где вы были? Когда началась война, мы жили в Красном селе. Падрис в таком проспект Ленин, я это говорила. Сейчас мы находимся очень... когда... и будет... жили мы с мамой, с папой. Мне в это время было 13 лет. Это вот ваше воспоминание, да, вы писали? Да, воспоминание мое. Мне было 13 лет. А другой сестренке было 6 и 3, 3 годика. Жили мы очень плохо. Хлеба не было, воды не было у нас. Не было, ходили голодные. Это до войны или уже когда началась война? Война, война уже, когда началась война. Когда война началась. Они рваные, грязные. Нас не эвакуировали. Эвакуировали только... эвакуировали только руководящих и партийных рабочих. А можно вот сейчас вопрос о Диму? Да. Вот вы сейчас начали порассказать вот как уже... как вам было во время вот войны. А вот как она началась вот этот день, 22 июня, вы помните? Да, сразу немцы пришли к нам в 3 часа ночи. Мы сидели в подвале. Ага, вы тогда уже знали, что они придут? Мы не знали, нет, не знали. Знаете, как раз вообще уже 30 сентября были. Ага, они пришли ночью, мы спали в 3 часа ночи. Пришел офицер и пришла с ним переводчица. И она стала говорить, мол, если вы нам будете помогать, значит будете живы. Если не будете помогать, всех расстреляем. Это когда было? Это было уже... ну, я забыла, когда там... Когда уже пришли немцы, это... в 41-м году, наверное. Ну, в сентябре, август-сентябр. Да, в 41-м году. Ага, понятно. А до этого, в принципе, в Красном Силе было спокойно, до прихода немцев? Да, спокойно. Нет, не спокойно были. Там стреляли, бомбили. И вот, когда мы жили в деревянном доме, и когда наши отступали войска, и у нас был дом деревянный, двухэтажный. Красномерец бежит один и бросил бутылку зажигательную прямо на окно. Дом загорелся. Красномерец? Да, Красномерец наш. Они отступали, и вот. И потом, значит, это... Дом загорелся. Дом двухэтажный. Рядом помойка. И у нас отец... Мы сидели в подвале, вот вся семья. Мама там. А папа наш и еще старичок. Они же мужчины. Никогда не садились в подвал. Все ходили сзади, на улице. И вот, бомбили, стреляли так. Дом загорелся. Вот они затушили дом. С помойки все вывели. Дом затушили. Потом бежит второй немец бежит. Ой, наш русский бежит. Это... Военный. И опять бутылку кинул. Зажигательный. Дом уже горит. Отцу тушить нечем. Мы сидим в подвале. Задыхаемся. У нас была дверка в подвале. Маленькая такая. И вот там, значит, у двух сторон была поленница дров наложена. Дом-то горит. Эти поленницы все закрыли нас. Вот свалились. И нам не выйти. Тогда отец давай разрывать. Он уже... Мы сами уже задыхались. Горим. Они нас по одному вытаскивали. Вытаскивали. Клали на землю все. А потом встали мы. Куда идти? Не знаем куда идти. Все бомбиты, все стреляют. Коловешки летят. Ну и вот это. Коловешки летят. Успокойтесь, пожалуйста. Не переживайте. Куда идти? Мы пошли в дом в один. Вот. Пошли в дом в один. Опять спрятались под два. Сидим. Сидим в дом. Сидим тихо. И вдруг они встали. Опять. Мне мама говорит. Что-то у тихо стало. Говорит. Не стреляют. Иди посмотреть. Чего там такое. Ну и смотрю так. Немцы валяются. Кругом все лежат. Куда идти? Головешки летят. Вот ночью. К нам пришел немец. Спрашивал. Кто-то там будет. Значит. Будет. Живы. Каждый день. Каждый день приходил к нам немец. И вот все это. Потом стали нас выгонять на работу. Мне 13 лет. Синий снег заставляли. А у меня силы нет. Я приду на дорогу. И упаду. Голодная. Нас никто не кормил. Мы никому не нужны были. И даже. Вот была вода в Красном селе у нас там. Водопроводы все закрыли. А была вода такая. Там бежал ручеек такой. Как это. С трубой какой-то там бежала. И в этой трубе спасали часового. Если ты бежишь к этому воде. Он тебя сразу стрелял. А я водичку черпала. У меня была ржавая панка. Я эту черпала воду на улице. И прямо ржавую водичку черпала. И варила траву. Трава была лебеда. И вот я травки сорву этой. И сварю. Потом откуда-то ни возьмись. Было так тихо. И вдруг. Не стреляют ничего. Было половина одиннадцатого. Мама на работе. Я варила траву. В доме в частном. В отцовском. И вот это. Вдруг попал снаряд в наш дом. И снаряд попал. Главное дело. Значит. Где была кухня плита. Я жива была. Ничего. Девчонки спали. Они голодные. Все время спали. Потому что голодные. Шесть лет. Три годика. Вот. И вот потом это. Значит. Все упало. Меня оглушило сильно. А заряд. Такой. Откуда летел осколок. Большой такой. Прямо девчонкам. Вот. На одеяло положил. Такой большой осколок. Как будто. Как елка такая. Колючий. Ну и потом этот дом немцы сломали. И мы опять пошли искать. Где нам еще жить. Идем. Идем. Нашли другой дом. Нашли спать. Все это время мы находились с немцами. Да. С немцами все находились. То есть они вас не там не трогали. Так сказать. Ничего. Да. Вот так я расскажу. Я ходила побираться к немцам. Туда. За супом. Малинкутирочек беру. И беру побираться. Вот. Кто даст воды. Этой. Маленькой. Я там. Суп ихный. Разбавлю со своей травой. И вот. Мы едим. А в один день я пришла к немцам. Они мне супу не дали. И вот. Они там мне прямо ковшиком. Как в лицо. В лицо. Вольют. Вольют. Вольют водой. И я ничего не ругалась. А если бы заругалась. Мне бы расстреляли бы. А я сама себе так. Голову вниз. И говорю. Не буду сегодня ругаться. А то завтра приду. Супу мне не дадут. Ага. И всех захотали немцы. Я ходила рваная. В платке ходила. Одеть нечего было. Все рваные. Обувина. Помню один сапог. У меня даже ноги видать были. Рваные. Все. Нечего деть было. Это осенью было? Да. Осенью уже. на это. На вокзал. Думаю. Что такое. Всех нас собрали. Всех на вокзал. И там подбирают. Они вот эти. Шалоны. Шалоны такие. Эти. Вагоны такие. Телячьи. Их всех нас туда погрузили. Грузили. У нас силы не было. Немец. Давай. Лезь. Бьют прикладом, чтобы залезали в вагон. А там в вагоне крыши нету. Ничего нету. Один пол. И мы в этом полу сидели лежали. Ну и повезли нас в Германию. Лежали мы в этом на полу. Лежим. Лежим. Многие пока ехали. Многие у нас умирали. Потому что голодные. Ехали три дня. Я как посмотрю в челочку. Он закрыл нас на засов. Посмотрел в челочку. Смотрю. Все вода. Тихо-тихо ехали. Вот. Приехали мы. И вот нас к немцам приехали уже. Стали нас. Лагерь такой. Лагерь длинный. Видать сколоченный такой. Поселение. Стол длинный большой. Ни в приемке ничего нету. Все пустое. И вот там это. А по большим сторонам нары двухэтажные. Значит. Они распределили. Нас. Сняли нашу одежду всю рваную. Сожгли нашу одежду. Вот. И это. Стали одевать их на робу. Такую. Рабочая такая была. Крепкая. Крепкая рабочая роба была у нас. А на ногах у нас были. А на ногах у нас были колодки одеты. Деревянные колодки. Такие. Ни шагу назад. Деревяшки. Мы их лопали. И вот это значит это. Разделили нас все. Одели все. А детей от нас отобрали. Детей отобрали. Мы ничего не понимали. Думали что у нас на работу. А дети будут отдельно. А дети отдельно в лагерях. Вот. И вот там. Дети отдельно в лагерь. У них брали кровь. У детей. Да. У нас девочка была там 6 лет. Моя сестеринка и 3 годика. И вот раз прибегает и плачет. Я маме больше туда не пойду. А у нас не было соображения что почему ты мне пойдешь. Чтобы мы даже не знали что кровь берут. Вот. Я укола боюсь. Не пойду больше туда и плачет и все. Тогда мама созвала. Немку подозвала. Она по-русски говорит. Немка переводится. И говорит. Ну ладно я тебе вам ее оставлю. Девочку эту. Только чтоб она пусть работает. 6 лет. Вот так. Будили нас очень рано. Потому что я работаю на Прадельно-Ткацкой. Где? На Прадельно-Ткацкой. Прядельно-Ткацкая фабрика. Угу. Вот. Я была прячена там. И вот это значит это. Это в Германии. В Германии, да. Начали конечно. И вот это вот. Вот будили. Да. Ага. Будили вот. И вот будили нас рано. Мы бежим, бежим. Я бегу голодные. Кормили только один раз. Только когда пришли с работы. В лагере охраняли проволоки сгороженные. И стоял немец. Вот почему в лагере кормили раз вечером? Потому что пришли мы в лагерь опять. И вот нам давали чего? Хаварешечка. Супа маленькая там. Маленькая. Там капустный лист. И вода. Больше ничего нет. Пусочек хлеба маленького. И с окончания не слабко. Вот на этом все. Мы ели ходили. И это вечером? Вечером. То есть с утра хотели. С утра вот проснулись. И наголовный желудок пошли работать. Только вечером кормили раз в день. Все. А вечером-то примерно во сколько? А вот до доски вы работали? Мы работали очень долго. Приходили темно. И вот. Что в 10-12? Да, да. Вот так. И вот как собаки были. Спали мы на доске. У нас были норы. Одни доски. А где подушка прибитая повыше доски. И вот на этих досках спали. Без одеял? Без всего? Нет. Мы одевшие так спали одевшие. Потому что на доске были. А дело было. Одеяло нам дали. Старые военные. Какие-то рваные. Вот рукодельно одеялись. А там было. Хорошо топливали? Или было холодно? Холодно было. У немцев там было. У них же не то что зима. У них там. Не так вот. Как у нас. У них зимы такой нет. Ну и вот это значит. Мы значит так. А моя сестеренка это. Ходила позе с мамой. И она перебирала там шпули. И вот. Наверное. Придется сказка. Нам там наши шпульки такие. Откуда нитки наматываются. Она рваные. Мы кидали. И рваные. Хорошие. Она перебирала их. Шесть лет девочке. Худенькая. Голодная. Тоже так же карабельная. А мама вообще где работала? А мама работала тоже там. На фабрике. На этом. Только она работала там. Видять я как молодая. Мне научили чтобы нитки бегать. Машина у меня бегала. Туда-сюда. Я пока прибегу. Простучу. Она опять. У меня были ноги в коле. Синяки. Она пьет мне по ногам. Машина опять едет. Вот. А мама на какой-то там работала. В начальном первом этаже. Вата где-то. Сначала вата. Вата крутилась. Она придет. Бывала вся в вате. Вот. Вот. А вот этим вопросом. Вы с мамой, с сестренкой маленькой, да? Вы жили все вместе в одном помещении? Или вас распределяли? В одном помещении все жили. В одном помещении все жили. Ага. И там было много, да? Вот русских наших. Народу много было. Помните. Там в лагерь длинный был. Очень много народу было. И все работали на фабрике? Да. Кто на фабрике, кто где. Ну в общем все на фабрике работали. А вот какие еще работы были там в этой фабрике? Я даже не знаю. Вот я знаю, что там в свою фабрику ходила. Вот раз я бегу, бегу на фабрику. И я вот голодный сразу. Да. Немка утром приходит нас будить. У нас ни у кого часов, ничего нету. Она приходит нас будить. И тут приходит она с палкой. Как сейчас вот у этих у нас милиционер палки такие. Дубинки. Дубинки. Ага. И она это будит нас с палкой будет. Пьет. Давай. Давай. Как скотина. И мы встаем. И, видать, здесь будила очень рада. Потому что я бежала. Еще город спал. Ни трамвай, ни чего не ходили. А вы жили далеко от... Далеко от лагеря. Видать, у нас на краю был где-то лагерь. Состроенный. А фабрика очень далеко была. Потому что я бежала. Три пролета. Пролеты дорогие. Бегу, бегу, повернусь. Опять бегу, бегу, повернусь. И вот я почему бежала, расскажу вам. Потому что так-то я шла. Еле-еле шла. А вот я, значит, вижу внизу подвале. Свет горит. Я это рассердевшую. Я, как колодка, дам по стеклу себе. Ногой этой. День-день стекло-то разбилось. Я колодку сняла, да бежать. Бежала один пролет далеко. Второй пролет, третий пролет бежала. Но за мной никто не посмотрел, не бежал. А если бежала, расстреляли. Вот. Видишь, какая я была голодная. Я злая была на них. И так пешком каждый день с утра и вечером. И вечером. И вечером обратно пешком. А вечером мне как-то получилось сразу. Думаю, сяду я на трамвай. Думаю, сяду я на трамвай. Сел на трамвай. Одну стрелочку проехала. И Лемка мне говорит, век, 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 век. Выгнал меня вон с трамвая. Я выскочила. Пошла пешком. Еле иду. Голосно идешь, еле иди. Вы худенькие были. Очень худые были. Страшные. Ну и вот это. Тогда мне сказалось, что вот кровь-то брали у детей-то. Которые дети там умирали от голоду. Их выкидывали. Детей прямо выкидывали. Куда не знаю. Выкидывали их. На помойку. Как они уже умирали, они на помойку выкидывали их. Как аналогичные люди. Скажите, пожалуйста, вот про режим работы. Вы работали каждый день? Каждый день. Каждый день. Одного не было, каждый день. Даже праздничных лет нет, да? Никаких не праздничных. Каждый день ходили на работу, каждый день. Гели-хレели. А система наказаний была какая-нибудь? А какая наказания? Сегодня нас такnoch calls били. В некоторых лагерях бывали какие-то свои обряды наказания или какие-то системы наказания, линейка или по кругу били? Нет, ничего, только вставала, будила и била палкой. Швайна, беги, свинья, беги. А если ты работаешь, пить захотелось или выйти захотелось? Ничего, никуда не есть. Какое там питье? Там вполне голодное пить. А если захотелось человеку выйти? Никуда не уходили мы, так работали, работали, работали. Ну и вот, вот я прибежала туда. Да, вот работала, да. Прибежала туда я и все, работала. И вот, значит, сломалась у меня машина. Вот мне надо прибежать, присучить нитку, и она мне прямо бьется обратно на машину и прет по ногам прямо, если я не успеваю. Потом я туда вот так садилась, целый день я ходила к машине. И вот сломала машина у меня. Я немец там был лет 50 ему в то время, на фронте он не был, наверное, больной какой-нибудь. Я его посову, чтобы машина сломалась. Он мне, значит, подходит к машине, подладит под машину чинить. А я не видела, как машина что-то. Я пускаю машину. И вот маленько так, чуть бы его запридавило, прижало там туда было. Он как-то схватился, сам остановил. Как вылетает с машины и на меня. Крик матом, по их матам, я мат тоже знаю хороший. Вот матом на меня. Потом, как ударил меня по лицу, я упала. Упала я, а там немки работали из других машин. Все сбежали, все смотрят, как он меня бьет. Он меня бил. Упала я на полу и меня бил. Немки пришли и смеются. Все хохочут, чтобы он как русскую бьет. Потом к ней говорит, что лежишь, русская свинья, вставай, работай. Вот так на меня. А вы русский, немецкий язык хорошо понимали? Хорошо понимали, да. Вы изучили там или до этого знали? Я в школу ходила, учила. А, понятно. И вот он меня спас. А то мы нас расстреляли, да. Потом я расскажу вам. Обязательно, да. Ну и вот, значит, это, что лежишь, вставай, русская свинья. Я кое-как встала, у меня все болит, он меня же бил. Я встала и заплакала. Ага. Ну вот и пошла работать. Работаю, работаю, и так все. Ну вот. А как скажу вам, что... Как завтра за это... А, да, вот. В Красном Селе я рассказала, что... Мы как в Красном Селе жили, иначе отец был, все. От голоду у нас умирает отец. То был отец, а то он умирает от голоду. Это еще в Красном Селе, да? В Красном Селе, да. Потом я продолжу. Ну и вот умирает отец. А нам хранить не велели, не заставили, не велели хранить. Да и мы и сами не могли похоронить. Не заставляли. А там был сарай такой большой. И все, пол красного села туда возили. И там был штабель большой наложенный. Это было дело зимой так. Мы его на саночке погрузили отца. Значит, я сестра моя старшая, и я, и мама. Повезли в этот сарай. Везем этот сарай, его закидаем, наверху там закидывали его. Там было столько. Потом они эскаватором, на кладбище было, кладбище сейчас. Сейчас там не знают никто, что там похоронена могила вся большая. Вот это пол красного. У входа кладбища, они вырыли яму большую, у входа кладбища. И там всех их свозили и хоронили. А потом я бегала, смотрела, был у нас сам парк велико. И смотрела, как немцев привозили в ящиках без голов. А наши женщины их зарывали. Я смотрела, их прямо в ящиках привозили. Немцев без голов? Без голов. Это наши краснометцы так и убивали? Да, 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 наши убивали их. Наши убивали их. И без голов? Без голов прям возили. Я девчонка, я все видела. И вот сейчас смотрю, там сад растет. По какому краю хоронено они. Там смотрю, все растет. Трава растет, сады растет в Красном селе. Ну вот, в Красном селе, вот это стоит церковь сейчас, она у нас стоит на площади. А у этой церкви была сделана виселица. И вот каждый день на этой виселице по три человека висело молодых ребят босиком. Каждый день. Они специально вешали, чтобы смотреть на площади, тут все мы смотрели. Каждый день висели. Денег брали, не знаю, молодые ребята. Каждый день висели на виселице. Вот, знаете. Потом, значит, это... Так, живем, живем мы. Это я рассказывал. В городе, в Германии-то. Ну и вот, потом, как прийти нашим... Нас освобождали американцы. Как прийти американцы, они за три дня, примерно так, повезли нас в лес. Мы не знали, они в лес повезли нас. Ну и вот, собрали всех в ряд. В этот день мы на работу не пошли. А всех нас собрали. Детей нам привели с этого, с лагеря, с этого, где дети отдельно были. Вот, всех нам. И состроили нас. И, значит, спереди было два немца и две овчарки. Спереди. По обоим сторонам тоже так. Два немца. И у каждого по овчарке. Здоровые овчарки, собаки. И с другой стороны тоже немцы. Два немца и овчарки. И сзади также. Значит, восемь человек было. И восемь овчарок. И с автоматами все. И вот, значит, они... И у каждого губна и гармошка. Идут, играют, идут, играют. Вот, идут, играют все, идут, играют. А у нас... Мама у меня шила мешочек такой маленький. И в этом мешочке у меня была икона. От такого размера, как у меня сейчас бумага. Вот. Эта икона была и документы. И больше у меня ничего в сумочке не было. Вот, может быть, спасла нас. И я все время таскала эту икону. И на меня сейчас даже жива эта икона. У меня уже сломалась вся икона ходила всю войну. Вот. И вот, идут, играют, идут, играют. А куда мы идем? Мы не знаем, куда мы идем. Тогда, значит, один немец... Я смотрю, уже лес начинается. Я не знаю, куда идем. И вот тогда один немцу и говорит, немец немцу. А я иду с правой стороны, как сейчас смотрю. С правой стороны, близко к ним иду. Уже так широко. А я близко к ним иду с краю. С краю. С краю. Они, я иду. Я иду так, и они рядом меня. И вот один одному и говорит. Али Шизер. Всех расстреляем. Я так поняла. У меня затряслись ноги. Руки затряслись. Я не понимала, что мне делать. А уже, думаю, лес скоро кончается. А до вас в Германию везли? В Германию, да. В Германию. И вот, значит, это... Я тогда что придумала? А ведь нельзя говорить. Я маме говорю. Мама, я писать хочу. Она, терпи. Люди идут, и ты иди. Я говорю, ой, 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 не могу, не могу, не могу. Она, иди, иди, иди. Я ее, как? Толкну. Вот так. Из этого сотряда. Вот как мы живы. Никто нас там за ним не застрелял. Я толкну ее. И влез. Она мне говорит, ты чего, терпеть не могла? Я говорю, я не хотела здесь. А чего ты? Я говорю, ничего, сейчас расскажу. Я говорю, давай в лес иди. И вот мы в лес пошли. Вы побежали? Побежали. И вас не заметили? Не заметили. Вот как? Я говорю, бог есть. У нас сумочка со сетхоной. В лес только зашли. Мы в лес. Слышу, ты-ты-ты-ты, стреляют. Она мне говорит, Верка, стреляют. Я говорю, вот, стреляют. А ты почем знаешь? Я говорю, я не знаю немецкий язык. Я говорю, сейчас расстреляли бы. У меня тогда так ноги расстрелились. Думаю, пойду наплевать, что будет. Пойду, думаю, с этого. Я ее прямо так выталкиваю ее. И чтоб она туда. Ладно, сидим в лесу. Тех-тех. Ты-ты-ты-ты. Слышу. Крик-крик. Слышу, стреляют. Кричат. Там, ага. Лай собак. А собаки для чего дали нам? Им. К нам шли. Что они стреляют? А мы-то разбегаемся. А собаки ловят и душат нас всех там. Грызут нас всех. И вот такой лай был собак. Жутко было. Вот потом, слушайте, я, значит, сижу. А уже темнеет. Темнеет уже так. Сидим на пеньке. Болые, холодные, голодные. На пенечек стали. Я маме говорю, мам, что-то там блестит. Так, боимся. Темно. Там очень темно в Германии. А над этим мороз там, заморозки уже были. Это мороз, там мороз такой. Я говорю, что-то блестит там сидим. И сидим на пенечке все. А через нас, мы под горой так сидели. А через нас, ух, ух, летят здорово стреляли. Три дня стреляли подряд. Мы не спавшие были. А мы три дня были в лесу? Да, три дня в лесу. Без еды и было полно, да? Хорошо. И вот это, через нас летят снаряды. И сзади на хвосту огонь. Огонь. Летят. Там, пух, пух, через нас так. Все снаряды летят. Вот сидим, сидим, и один день уже сидим. И все стреляют. Потом один, вроде как потише, стало. Они стреляют больше ночью. А днем потише стреляют. Есть охота. Она мне говорит. Вер, просто тихо стало. Сходи, может узнаешь, что поесть найдешь. Я из леса выхожу. Отчаянная была, я говорю, отчаянная. Выхожу с леса, так далеко иду, вышу с леса, никого нет. Поле уже такое, одно поле. Убитые валяются, я где перешагну, где по ним иду. Очень много все усеяно было там убитых. Все немцы убитые там были. Ну вот, я шагну, иду, иду, все, иду, далеко с леса шла. Смотрю, так попал поперек, лежит бурт. Думаю, что такое там? Я давай рукой рыть. Рою, рою, землю-то отрыла. Смотрю, солома. Я опять солому дугу, дай-ка солому порою. Там чего? Смотрю, свекла. Я как обрадовалась, я взяла, у меня ничего не было, я взяла кладь и подол, и бегом к матери в лес. Что-то мы пока поедим. Ну вот, сели мы так обрадовались, эту свеклу и грязную, всякую, еле сырой. Погрызем, погрызем, и опять сидим. Вот второй день сидим опять. Погрызем, опять всего кокета, я фрезу, я всего кокета, погрызем, и все. Сидим опять через нас. Ух, ух, так царьба начинается. Аж страшно. И все, с огнем, с огнем летят. Как вот, а мы под горошкой сидели так. Ну вот, тогда это вам мне опять посылают. Верь, сходи, вроде что-то тихо стало, три дня сидим уже, третий день. Что-то тихо, не стреляют. Сходи, узнай. Она меня опять посылает. Я опять с леса выхожу, далеко иду так. Вышел с леса, понял. И смотрю, с той стороны с леса идет мужчина. Молодой такой, блин, как, может, старше вас, маленький. И наема, где-то гражданское длинное пальто. Я ему говорю по-немецки. Мол, кто в городе? А он мне смотрит на меня и говорит, что ты мне говоришь, я русский. Ага. Ну вот. А он смотрит на меня, что я такая. Я говорю, знаете, скажите, кто в городе? Он был в немецкой форме, да? Нет, гражданский был. Может, был какой-то гражданский шок. Вот я и говорил. Говорит, я же русский, что ты мне говоришь? Я говорю, а кто в городе? Он говорит, пришли американцы. В городе. Пришли американцы, говорит. Ну и вот, и мы пришли американцы. Я говорю, мам, американцы пришли, давай выходи с леса. Вот с лета мы еле выходим, все какие-то погрызли, все грязные, в ванной грязь сидим. И идем в свой лагерь опять. Наши лагеря-то весь расстреляли, а там еще два лагеря были. Те лагеря собрались в один лагерь, всех, и вот не так много было народу. Ну вот, и там американцы, здоровые мужики, высокие такие, здоровые, хорошие американцы. И вот там у них переводится была. Она и говорит, мол, сейчас мы пришли, американцы, мы вас освободили, вас будем откармливать. Мы худые, страшные, будем вас откармливать. Откормим вас. Я говорю, где работать будете? Работать не будете. Вы работать поедете в Россию. Вот так сказала она. Вот нас откормили. Так хорошо откормили мы-то. У меня фотографии есть, я сыну показываю. Ничего себе, говорит, была морда толстая, говорит, у тебя. Я говорю, ты нас откормили. А мы были жальнику. Потому что, она и говорит, потому что мы, если вас сейчас отправить на родину, вы не доедете. Вы дорогой помрете. Все, худо и очень. А какой год был? Это уже было 40, к концу войны уже было. А вот хотел вас спросить, вот вы работали, да, вот в лагере, а как вас освободили, как получилось, что вы стали вот идти вот в полюс, что вы до него рассказали? Как освободили? Потому что вы работали, работали, а потом вот вы шли по лесу. А мы, когда мы освободили, мы пришли в лагерь свой домой-то, я пришла. А второй день-то нас на работу не послали. Не послали на работу нас. Собрали всех и повели ее туда на расстрел. А, все, то вы взяли и повели на расстрел? Да, 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 мы не знали. Просто сказали, выходи, в этот день мы на работу не пошли. Думаю, что-то нас все собирают, куда нас ведут, мы не знаем. А они священники отпускают, в лесу валяются там. А, все понятно. То есть они не знали, что там уже отступают, идут американцы? Да, отступают уже, да, меня закрыли вот так. Вот стреляли так сильно, ух, ух, всю, весь ночь. Мы на пенечке сидим так все, голодные, холодные сидим. Она мне все верится, сходи, узнай, может, что поесть найдешь. Вот я и нашла свои какие-то. А я была отчаянная, я говорю, видишь, какая смелая. И сейчас бы я не пошла, боялась бы. А тогда вот прямо валяются немцы, я где пройду, где пробегу, где по ним иду, очень много было. Ружья у них не хотели взять? Какое ружье? Я искала жрать все, не ружье там, не ружье. Мало ли, вдруг вы? Я и говорила сыну, там у их золотые цепочки были, все такое. Вот сейчас бы, конечно, взял бы, я говорю, а в то время только жрать было, только жрать. Ясно. Хорошо, скажи, пожалуйста, про американцев, что про них вы знали или когда про них? Вы узнали только, когда они вас со собой знали? Да, когда они со собой знали, что они очень хорошие. Они хорошие были? Очень хорошие. И так они с нами хорошо сказали, что, мол, мужчина такие здоровые, высокие такие. И говорят, мы если вас отправим сейчас, вам не доехать. Ну и вот, и потом они нас стали отправлять. А чем они вас кормили, извиняюсь? А кормили нас, они все больше, у них густое все варилось. Каша, супы варили такие, очень вкусные все, очень хорошо, чтобы мы быстро поправлялись. А у нас там речка была недалеко, и там мужчина был, у нее была гармошка. И он уже отожрался и стал песни петь. Ой, припей, припей, припевочка лет 17, девочка. И вот игрался, игрался, отъевши уже были. Это был 45-й год уже или 44-й еще был? 44-й был уже. Зима, лето? Да, да, вот так уже было. Что, вот зима? Зима была еще, зима. А 44-й? Да, мы еще там жили с ними, там все, с американцами-то. С работы не заставляли нас, нет. А потом стали нас посылать всех в Россию. И вот нас собрали, опять вагон собрали. И так же ехали, опять плохо ехали. Так же в стилячных вагонах ехали. Ну, приехали в Красное Село. Приехали в Красное Село. И приехали мы на вокзал сразу. Все красно-разбитое, все горело, там головешки летели. А я все в голову прятаю, прячу голову. Когда летит самолет, стреляет, а я голову прячу, завтра у меня вверху, я сыну рассказываю, голову прятала. Ага. И он так низко стрелял и смотрел на нас, что девчонка еще, ладно, не буду стрелять в нее. Ну и вот, и потом, значит, это... Мы привезли нас прямо на вокзал. Туда, не с самого вокзала, а сзади туда вокзалы. И, значит, нас погрузили, скрузили всех. Что делать? Мы сделали шалаш. И в этом шалаше жили две недели. Шалаши. Это где было? В Красном Селе. А, в Душевке. Да, и потом стали распределять нас, куда жить, куда чего. Так мы у маме... Распределяли наши местные? Наши местные, да. Наши у маме спрашивают, что за Германия привезла? У тебя нет какого материала или что там? То мы тебе квартиру дадим. А есть у них? Да. А мама говорит, а что я привезла? Репетишек привезла своих. И все. У меня ничего нет, я только ребят привезла. А я, правда, у немцев нашла ложечку чайную золотую. Это я нашла у них. И подушку их нашла, вот это я привезла. Чайную ложку? Да, золотая чайная ложка нашла у них. И была подушка, хорошая, пуховая. Вот это я привезла с Германия. Вот. Ну и потом там нас стали распределить, жить мы стали. Могали квартиру? Не, ну да, квартиру. Постали на совхоз. Вот в совхозе мы жили там. Дома плохие были, что там была рвана, эти худые дома, даже там деревянный дом. Там даже мы стыкали фуфлайку, работали в совхозе, работала я. И вот это, крысы бегали. Как ляжем спать, и на голову клали мы железо. И по железу, поэтому слышу крысы топ-топ-топ, прям по голове. А то, думаю, голову отгрызут. А у нас у женщины был маленький ребенок. А мы жили там, русская печка была в частном доме. Вот она свернет его в подъяльце и на печку. И немцы, это немцы как-то. И вот крысы-то его все загрызли, съели его ребенка. Вот такие. Потому что войну все кошек-то поели. Кошек ели, а мы, правда, не ели никакой. И вот я сказала, что еще. Ходила я побираться, когда. Кто картошину покрасил в силу-то, войну. Кто картошину даст одну, вот у кого в частном доме. А кто ничего не даст. И мне раз дали дуранды, жмыху такую дали, которая кормит скотину. Этой жмых это. И вот это я скотину грызла. Мы ее разделили всем на кучку, помаленечку разделили. И на плите прям пожарили. А там такие палки большие у них. Скотину кормили. Жмых это в этой. И вот мы погрызем, порзем, как пирожное. А как в туалет идти, плачем. Палки-то колются, а мы прям плачем. Ага, вот как жили. Вот так и ели. Про ребенка рассказывали, что его загрызли. Загрызли, да. Не было слыша, как он плачет или как он ревет? Да какой плач? У нее силов не было. Мать, это голодный ребенок лежал. А ей наплевать, наверное, было, что он лежит бедный, голодный. Его в тряпку завернет и на печку бросит. На русскую. И потом даже, знаете, у нас у мамы просила женщина одна, нашу младшую сетереночку, что детей ели. У тебя много детей. Дай мне одну. Мама говорит, нет, у меня вот много пальцев, и каждый палец болит. Не отдала. То она бы ее сняла, загрызла бы ее, сварила бы ее ребенком. И детей ели. Вот я раз нарвала травы, помню, не беда была. Я все рвала, нарвала траву-то. А какую траву я нарвала, наверное, какая-то дурманная. Сварила траву эту дурманную, эту листья. И у меня мама, я-то молодая, ничего. А мама лезет на стену и все. Лезет прямо на стенку лезет. Так, наверное, часа два так с ней было. Прямо на стенку лезет. Мама во временную бою лезет? Да, она провода искала. Ага, прямо на стенку лезет и все. Потом я часа два там отошла в ней. Она-то нарвала я какой-то дурманной травы. Так могли мы отравиться бы. И вот это сильно страшно, я могу рассказывать, это очень страшно. Так жили, очень плохо. Вот вы, Василий, говорите, говорили про вашу икону, которую все время вы ее с собой держали. Вот меня интересует, вот вы же в лагере были в Германии, да? Да. Вы же там все было строго, как вы ее тогда с собой хранили? Как ее туда с собой привели и увели оттуда? Да. Они, значит, они очень верующие, тоже у них хорошо крестик был висел. И вот они посмотрят, что у нас там иконка и документы, и не трогали. Проверяли сумки, да, проверяли, что у нас. То есть вы с собой спокойно ее провели? Спокойно таскали, да, да, так таскали. И с тобой держали, вот, в ваших нарах, где вот ваши нары были? На нарах, так. И тоже икону не трогали? Не трогали икону, нет, потому что они очень сами верующие. А я сын-то говорю, можем их было и крестик с золотой взять, все. Но в то время-то это только есть надо было, а не то, что там чего-то. И вот, так очень плохо было. Ага, ясно. Проверяйте, пожалуйста. Вы приехали вот и жили в совхозе, да? Ага. Это еще была, война же продолжалась? Война продолжалась. А что еще вот это происходит? Ага, вот война продолжалась, мы жили в совхозе, так все. И вот в совхозе так жила, работала там все. И это маленькое, меня посылали на лошади, запрягать лошадь и возить сено. Помню, я нагрузила сено, я не умела нагружать-то никак. Вот ветер такой сильный, мороз, зима, ветер, у меня сено, сено свалилось, я плачу. А одеваю лошадь, когда хомут, одеваю лошадь, она мне нагибается, шумол, одевай мне хомут. Ага, лошадь нагибается. У меня руки замерзли, одежонки нет. Зарядку поменяй, все, может, это... Зарядку. 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 Зарядка. Продолжение следует...